Всем привет! Меня зовут Николай Пак, это видеоблог «Серийный продюсер». Те, кто смотрит наш канал давно, заметили, наверное, что на нашем канале затишье, мы не выпускаем новые выпуски. Вышел только один экспериментальный влог, снятый моей коллегой. Но это связано с тем, что в начале года у нас произошли такие события. Сначала январские, потом война России с Украиной. И, честно говоря, я был в некотором оцепенении, я просто не понимал, о чем мне снимать влог. То есть все казалось таким мелким, незначительным по сравнению с тем, что происходит сейчас в Украине. И как бы я находился какое-то время реально в прострации, работал немножко так на автомате, что-то там делали. Я не знал, о чем рассказывать. Но помог, как всегда, кинематограф. Я вспомнил такой великий фильм Стивена Спирберга «Список Шиндлера». И он мне как бы помог, подсказал, что нужно делать. И мы начали действовать, кроме того, что мы участвуем в гуманитарной помощи, которую Казахстан отправляет в Украину, участвовали в покупке бронежилетов. Я понял, на чем нужно сосредоточить свои усилия. Я очень много стал общаться с украинскими сценаристами. То есть мы до этого много с ними работали. У меня там довольно-таки много связей, друзей, знакомых, каких-то деловых контактов. Вот. И я много стал с ними общаться и понял, что сейчас эти люди, они находятся кто-то на территории Украины, кто-то выехал на запад Украины, кто-то выехал в разные страны. Кто-то сидит до сих пор по подвалам, кто-то как бы под звуки сирены, да, как бы сидит. Кто-то в других странах, не знает, там, ютятся вместе, там, несколько человек в маленьких помещениях. Вот. И они спрашивали, мы с ними разговаривали, я понял, что им нужна работа. Ну, работа, то, что для меня открылось, не просто как заработок. Хотя заработок, конечно, тоже, потому что, ну, чтобы мы понимали, там, например, там, сценарист, да, там, телевизионный сценарист или там сценарист сериалов каких-то форматов, ну, то есть в Украине это одно и то же. То есть он и русскоязычный, и украиноязычный сценарист. То есть им тяжело найти работу сейчас в Европе, в которой там несколько миллионов беженцев, да, из Украины. Вот. Поэтому заработок, конечно, фактор тоже, но еще больше для них это, как сказать, даже больше, чем деньги. Это для них, как какой-то такой элемент надежды, что ли. То есть это какая-то часть из того мира, который была до войны. То есть они хотят заниматься любимой работой, чтобы, может быть, отвлечься как-то, может быть, почувствовать, что они, какую-то уверенность, что есть, что они, что их навыки кому-то еще нужны, скажем так. Вот. И я понял, что это очень важно для них. И вот мы сейчас там инициировали несколько проектов, и сейчас там больше 15 сценаристов с нами сотрудничают, они пишут онлайн вместе с нашими казахстанскими авторами, пишут проекты. Я подумал, что в нашей такой творческой индустрии, как бы телевизионной, киношной, там, вот такой медиа индустрии, мы можем помочь людям, которые сейчас попали вот в эту беду, в эту катастрофу. Вот. И поэтому, как бы, мы решили приложить усилия к этому. У нас более-менее плюс-минус получается, но нам надо двигаться дальше. Вот. И я думаю, что сейчас мы сосредоточим усилия на тех людях, которые могут приехать сюда. Мы будем помогать им приезжать сюда. Ну, те, кто захочет, конечно, помогать с жильем, помогать с работой. Поэтому сейчас я обращаюсь к украинским работникам вот нашей медиа индустрии. Присылайте ко мне свои там резюме. Вот. Вот. Будем смотреть, что мы можем сделать. В описании видео будет ссылка на мой инстаграм и на мой фейсбук. Можете в личку мне все это писать. Вот. И все это отправлять. Как вы знаете, в прошлом году, ну, те, кто смотрит наш влог, в прошлом году мы сильно топили за то, чтобы мы создали нашу казахстанскую сценарную группу для написания сериалов, скажем так. Вот. И мы, в принципе, продвинулись. У нас уже около постоянных участников около 8-9 человек. Вот. И еще в этом году охватили несколько людей, которые пробуют это делать. Вот. У нас уже есть свои креативные продюсеры, редакторы, авторы. Вот. И в этом году планировалось делать еще больше мероприятий. В прошлом году мы сделали первый сценарный слет и анонсировали, что будут читки, будут-то там лекции. Будем привозить, как бы, известных людей, обмениваться опытом. Будем двигать эту индустрию. Вот. Эти планы наши не поменялись. То есть мы все равно это будем делать. Я думаю, даже наше, как сказать, качество вот нашей такой деятельности, оно должно усилится, потому что, ну, если к нам присоединятся украинские коллеги, то, в принципе, как бы уровень качества и эффективность нашей деятельности, она поднимется. Я надеюсь, что казахстанские коллеги, там, те, которые работают в индустрии, с пониманием отнесутся к тому, что мы будем приглашать украинских коллег, потому что я уверен, от этого выиграет вся индустрия. Я надеюсь, на ваше понимание, наш народ, он всегда осваивался своим гостеприимством и таким сочувствием и состраданием. Сейчас талантливый народ Украины попал в беду. Я думаю, что сплав не менее талантливого казахского народа с людьми из украинского народа, оно рано или поздно даст какие-то плоды, и мы сделаем, когда им казахстанские проекты с украинским участием. И я уверен, что это будет очень круто. Я думаю, что это пойдет на пользу всей индустрии. Также я хотел обратиться к своим коллегам, руководителям продакшн студий, руководителям медиаресурсов. Если вам нужны какие-то специалисты, посмотрите, возможно, вам нужно будет дизайнеры, журналисты или еще кто-то из нашей индустрии. Вы можете обращаться ко мне, можете напрямую смотреть, есть группы в фейсбуке. Я могу быть этим мостиком, посредником, гарантом для многих того, что могу сводить людей, рекомендовать и так далее. Я думаю, что мы все вместе сможем в полезном сотрудничестве сделать доброе дело, во-вторых, повысить качество в том числе наших проектов, скажем так. Я думаю, что это хорошее дело, потому что тогда мы выступим на стороне добра. Это важно, кроме постов, кроме своих позиций. Я думаю, это тоже очень важная, конкретная деятельность. Теперь с этого выпуска мы будем рассказывать, что мы делаем, какие у нас проекты, чем живем, как двигаемся. Надеюсь, вам будет интересно. Перепостите, пожалуйста, я обычно не прошу это, но перепостите, пожалуйста, это видео. Вдруг кому-то это будет нужно, вдруг кому-то это будет полезно. Я хочу, чтобы, скажем так, украинская творческая индустрия знала, что мы с вами. Ну все, вот такие новости. Это был видеоблог серийный продюсер. Меня зовут Николай Пак. Подписывайтесь, если вам это нужно. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok